здравствуйте уважаемые студенты вашему вниманию представляется лекция на тему опузы меры борьбы с опузами план лекции опузы механизм опузы процесса происходят опузы сжатие-выдавливание механизм формирования глубокого опузы сжатие-выдавливание меры борьбы с опузами модель теории консультационной конференции опузы основная причина возникновения опузы изменение природной обстановки которые вызывают образование формы опузы и нарушение сточек склона под природной обстановкой ее изменениям понимается неотехнология склона геологические строения пары режим подземных возникновение опузы выполнено нарушением равновесия массива деформируем грунтового массива наказанная иномона под опузы процессом понимается нарушение равновесия грунтового массива его деформирование подлезем не уравновешенных сил отделение части массива встречное растяжение потенциальной или действительной стеной разрыва и движения образовавшегося оплодного тела по поверхности скользения без потери контакта с несмещаемыми ножами. Под термином оплодзень часто называют сам процесс смещения или же явление, то есть результат смещения фрунтовых масс, геологическое тело, оплодзневое накопление, оплодзневое тело и так далее. Таким образом, оплодзень как явление – это геологическое тело, представленное смещенными горными породами, формировавшиеся в результате развития на стороне оплодзневого процесса. Оползень как процесс – это перемещение образовавшегося оплодзневого тела по поверхности скользения без потери контакта с несмещаемым ножом. Следует отметить, что термин оплодзень «плант», 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 «плант» на рубежом соответствует понятию гравитационных процессов, понимая под этим термином также овалы, оплодзни, теле, осыпи, клип и комбинации и другие. Здесь приводятся фотоснимки с оплодзневых явлений. На левую, значит, фотоснимку показано обрушение дороги на берегу реки. В средней картине видно, что результаты оплодзни перекрыли дорогу и, значит, на неопределённое время остановлено движение транспорта. В правой, вот на опушке леса, тоже на склоне произошёл обвал. Первое оплодзневое явление приведено на этой картинке. Одним из ключевых вопросов исследования оплодзневых является выявление механизма их образования и развития. Однако многие исследователи вкладывают разный смысл в понятие механизма оплодзневых процессов. Вероятно, объяснением этому может быть сложность оплодзневого процесса и большое разнообразие инженерно-геологических условий, в которых наблюдается проявление оплодзневых. Механизм оплодзневого процесса включает механизм формирования оплодзневых в стадии подготовки по эмилианной или фазо-глубинной полочке, по тертепанянам, под воздействием гравитационно-объёмных сил, сейсмейских сил, фильтрационного давления, техногенной нагрузки и других, а также развитие оплодзневых после отделения оплодзневых тела под влиянием природных и техногенных факторов. Кер-Петросян подчеркивает, что важнейшими элементами механизма является напряжение, деформация и время. Однако, учитывая, что напряжённость в состоянии словно трудно поддаётся реальной оценке, Кер-Степанян рекомендует классного механизма положить в изучении кинематики процесса, то есть движения отдельных элементов, слагающих оплодзневых. Использование только механизма смещения оплодзня с отдельными элементами механизма формирования не позволяет в полной мере охарактеризовать механизм оплодзневых процессов при лексифицировании оплодзней. Классификация оплодзней по характеру нарушения равновесия, фронтового массива, особенностям деформирования, которые в значительной степени определяются преобладающими силовым воздействием механизмом развития процесса. Оплодзни, возникающие на полотворенных урбанизированных территориях, можно подразделить на три основных типа. Первое – это блоковые, фронтальные оплодные сжатия выдавленных. Преобладающие механизмы развития деформации при формировании оплодзня – это гравитационное сжатие деформирующихся горизонтов под весом покрывающих пластов массива. Второе – оплодзе сдвига скольжения. Преобладающая схема формирования и развития деформации массива – это сдвиг или срез покровных масс по наклонной кровли коренных пород, по плоскостям на хвостовании, по слабым прослоям, по скаржению неравновешенных грунтов масс в крупных уступах. И третье – это оплодзни разжижения течения. Здесь оплодзне образующим фактором является силовой водитель подземных вод, вызывающий увеличение порового давления в грунтах частичным или полным их разжижением и смещение водонасыщенных грунтов масс вниз по склонам. Тип оплодзня и механизм развития деформации грунтового массива является определяющим фактором в оценке социальных исследований территории. Определение степени оплодзней опасности для инженерного объекта в проектировании и распределении комплексных мероприятий по стабилизации устойчивости расстояния склона и преоплощения развития оплодзненской формации. Нередкие случаи одновременного действия нескольких механизмов деформированных грунтов, образовавшиеся при этом оплодзни иногда называют сложными или комбинированными. Однако их так и в проявлении оплодзней возможны в явлении преобладающего механизма нарушения равновесия массива и формирования оплодзней, определяющего основные закономерности развития оплодзней процесса на рассматриваемом участке. В настоящее время существует более старая квалификация оплодзней и тем не менее недостаточно изучены особенности формирования оплодзней различных типов. В большинстве существующих квалификаций по механизмам смещения слабо учитывают механизм отделения оплодзней, то есть начальный процесс для формирования массива грунта и, соответственно, особенности развития оплодзней в фазе смещения. Некоторые термины, применяемые к различным типам оплодзней, вносят определенную путь в классифицирование. Среди преимуществ высших типов оплодзней, наиболее сложным как по механизму, так и в части организации эффективной зашли является оплодзней сжатия-выдавливания. В петровом рассмотре нескольких наиболее известных классификаций оплодзней отечественных зарубежных авторов с позиции соведения внестущности терминологии и логических принципов классифицирования, в результате чего авторам была предложена классификация простых оплодзней с механизмом. Авторам, в частности, анализируется использование понятия блокового оплодзня. Использование данного термина в отношении оплодзней разного типа относит определенную путь в лицу и при их классифицировании, так как к блоковому разные авторы относят оплодзней с различными механизмами. Так, например, Орлов относится к блоковым оплодзней сложения, сосказывания и вращения. Эмильянова в группе оплодзней выдавливания называет также структурно-пластичными. Волотарев называет оплодзней сосказывания термином оплодзней блоки и другие. Сам же Петров употребляет терминт «блоковый околдин» по отношению околдин группы сложения, называя их также структурными околдинами. На основе механизма формирования околдинных блоков по схеме сжатия и с учетом наиболее распространенного названия рассматриваемого типа как околдинное выдавливание, мы можем целесообразно наименовать в дальнейшем околдин сжатия и выдавливания. Данный термин отражает особенность механизма околдин и понятия для большинства специалистов в соответствии с известными классификациями околдин. В данной работе понятие блокового околдин применяется в отношении околдин сжатия и выдавливания. Под глубокими околдинами, например, в Московском регионе, понимается околдин, связанные в основном с деформированием и захватом юрских длинных отложений. Как правило, глубокими называют околдин, захватывающие смещение низком на всю его высоту с увеличением смещения коренных отложений в мощности более 10-15 метров. По характеру развития смещения по классификации петрового данный тип околдин относится к гетерзинам, толкающим, начинающим с верхней части склона, которые после отделения давят на нежелезящие массы и приводят их в выдвижение, вызывая их в смятие и выдавливание. По возрасту и фазам развития по классификации попова околдины подверждаются на следующий тип. Современные околдины образовались при современном базе эрозии и уровне образии. Это движущиеся, приостановившиеся, остановившиеся и закончившиеся. И древние околдины образовались при ином базе эрозии и уровне образии. Это первое открытие, ничего кроме почвы и людей на поверхности не имеют, и погребенные, перекрытие позднейшими отложениями. Помимо данных терминов перечисленных, в этой классификации часто используют следующий термин. Старые околдины, приостановившиеся, остановившиеся и закончившиеся, морфологические чистые которых на поверхности земли, углажены поверхностными процессами. Свежие околдины, морфологические чистые которых почти не изменены последующими процессами. И активные околдины, которые в течение определенного периода времени, время от времени, смещаются и деформируются. Куполные сжатия выдавливания. Изучением механизмов глубоких блоков околдины выдавливания в разные годы занимались большое количество ученых. Некоторые из них проведены в этом списке. Например, Денисов, Павлов, Маслов, Ферстаги и так далее. Имеется существенное различие в понимании характерно особенностей механизмов отдельных типов околдин различными исследованиями. И особенно это касается околдин выдавливания. Так, по мнению Варнеса, отличительной особенностью околдин этого типа является отсутствие четко выраженной поверхности, смещение или зоны классификации деформируются. Однако поверхность скольжения является обязательным элементом любого околдинного процесса. В околдине подавлено, в большинстве случаев, поверхность смещения приурочена в почти горизонтально заливающую глистную породу. И, как правило, также ориентирована горизонтально на заливающуюся протяжение. Смещение по горизонтальной волонте является важной особенностью механизма околдин этого типа. Эмиль Янова, исследуя условия возникновения околдин, пришла к поводу, что нарушение устойчивости иначе. Разрушение склонов происходит вследствие преодоления сопротивления горного порода, растяжения или двигателя. При этом она деляет два процесса. Обвалы, где преимущественно преодолевается сопротивление разрыва и околдин, причиной восстановления которых является несоответствием величины касательного напряжения склона и сопротивления двига, слагающего его породу. Особенностью механизма околдин подавления в стадии подготовки смещения является воздействием вертикального давления, перекрывающего толщину на деформируемый слабый слой. Выдавливание в чистом виде может наблюдаться только в начальной стадии раздеформации. До разделения вышли дальше пород трещины. Термин раздавливания, который Эмиль Янову рекомендует использовать вместо выдавливания, предполагает деформирование средств процесса вулатения под сжимающий нагрузку. Однако, используя термином слабый слой или слабое основание, затрешевывает действительный механизм формирования околдин, увязывая возможность образования околдин данного типа только с наличием слабых прослоев. Следует также отметить, что само понятие слабое основание является достаточно относительным и неопределенным. Объяснением терминов опыта раздавливания по Емиль Янову в том, что глинистые породы часто имеют тенденцию к трубкому разрушению. Крубкой деформации наблюдается при образовании околдин в горизонтально залегающих стояк чаще, чем пластиковое давление. Термин опыта раздавливания включает как газко-пластическое течение слабого слоя, так и его трубкое разрушение с образованием поверхностных скользений. При этом не исключается также одновременное усиливание двух механизмов в разных частях одного опыта склона. Газко-пластическое течение внизу частях склона, где набухание глинистых пород достигает более значительной величины, и хрупкого разрушения на участке отделения от остального склона, где влажный пород имеет меньшую величину. Первый механизм опыта в давлении африктизовал кинистов, противопоставляя их округлям потоком. Позднее возникло несколько точек зрения на природу таких округлений. Некоторые исследователи придают большое значение в яско-пластическом течении глинистов пород, деформирующегося горизонта, в средстве чего происходит образование вала, выдавливание и отшельнение блока пород от плата. Руги считают, что глины и перекрающие их породы смещаются в бесспущественной деформации в виде жестких блоков. В основной породстве скольжение, близкие к горизонтам. В нижней части склонного взаимодействия у ползающих и неподвижных грунтов приводит формирование вала с сжатиями. Вал сжатия и удавления в нижней части склона при формировании нового уплодного блока в верхней части склона, показанного на этих фотоснимках. Механизм формирования углового уплодного сжатия в давлении, формирование уплодного происходя по схеме сжатия, раздавливания. В начале деформации массива, еще в допредельном деформировании, происходит в виде преимущественной осадки. Подвесом покрывающих флотов, взимающие давление, может превысить прочность грунта в нележащих флотах и, как следствие, в соответствии слоем возникают горизонтальные расплодные давления. В сечениях, находящихся вблизи динамичного склона, периодически происходит разгрузка напряжений, и неравновешенное расплодное боковое давление вызывает горизонтальные деформации грунта в сторону склона в виде выдавления и вертикального осадания грунтового массива. При этом над деформированием покрывающих флотов формируется площадкой двига, которая затем преобразует в крутую кроволюнерную поверхность пожения, по которой от коренного массива отделяется и оседает укладной блок. Глубковые фронтальные укладные сжатия в давлении получили наиболее широкое распространение на подформенных территориях, на берегах рек, Москвы, Волги, а также на побережьях Азовского и Черного моря и другие. Форма нарушения устойчивости обвалы и выводы. Обрушение со срезом и прощением скользения, оползания, оплыва, скорб. Типы оплыва приурочены к формам нарушений устойчивости клонов. Обвалы и выводы проявляются в скальных грунтах и сцементированы на глинах под воздействием взрывов и стеснительных сопротивлений. Причиной могут быть также трещины и подмывы берегов. Обрушение со срезом и вращением. Противляет глинистых породов. Обрушившийся блок скользит и кривальчика. Происходит в результате уважения склона или его перенапряжения. Скользение. Правительные скользения могут быть водонасыщенной глиной, отдельные прослые глины или фланта. Оползание, оплыв, скол при просадке. Вот здесь на рисунке приведены виры. Основные формы нарушения устойчивости деформации склонов по маслу. А. Это значит обвалы и выводы. В. Обрушение со срезом и вращением. И. В. Скольжение. Г. Оплыв. Д. Покровные оползни. И. Е. Школ при просадке. Здесь на цифре 1, 2, 3. Обознательные дороги, канал, река и ползневой делюрии. Меры борьбы с оплывами делятся на пассивные и активные. Пассивные методы заключаются в борьбе места постройки, противоползневых сооружений за пределами самого оплыва или внеоплывных местах. Активные методы – это комплекс противоползневых мероприятий и возведение противоползневых сооружений. Противоползневые мероприятия. Им относится борьба с подмылом, переустройство склонов или отклонов, постоянное дренирование подземных вод, регулирование поверхностного стока, укрепление растительности, покрытие отклоновых одежды или рация грунтов. Противоползневые сооружения предусматривают две группы мероприятий. Первая – борьба с подмылом основания склонов, устройство стенок набережных, полноотбойные стенки, призребетонные лати, аура и саят, стройно-оправляющие дамбы, отвод водотоков, буны и волноломы, спрямление ручек. Второе – механическое движение уползающих масс для подпорной степени, сваи, пропорции. Модель теории операционной конселегации. Наиболее простой по основе теории описывает и формирование по времени полностью водоросленности грунта, грунтовую массу. Принимается, что полное напряжение возникающего элемента грунта от приложения нагрузки разделяется на напряжение в стилете грунта, давление в пору и воде. В различных точках массива грунт под действием нагрузки возникают разные значения поры давления. В следствии образуется разность напоров в пору и воде и происходит отжатие в менее нагруженной области массива. Одновременно под действием эффективного напряжения происходит перекомпонация в стиле уплотнений грунта. Математическое объяснение это происходит базируется на основной предпосылке по неразрывной среде, сформулированной академиком Павловским еще в 1902 году. То есть считается, что уменьшение полиции грунта и уплотнение пропорционального расхода воды от стока воды и спор грунта. Следствием этого является важным положением о том, что скорость и формация грунта будет находиться в прямой зависимости от скорости фильтрации в нем поровой воды. Поэтому основной характеристикой грунта, определяющей время протекания процесса в фильтрационной консолидации, является коллекционной фильтрации. В теории фильтрационной консолидации скелет грунта принимается линейным деформированием. Следствие отметить, что в инженерной практике используются и более сложные модели теории консолидации, учитывающие просткомпонентный состав грунта, вжимаемость скорой воды, ползучие спелета и другие процессы, подникающиеся в грунте при его деформации. Такие модели описаны в трудах Кирси Иванова, Флорина, Био, Горецкого, Ферма Террасяна и Бригитта Чон. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.